Господа атаманы, старики, казаки, уважаемые зрители и участники этого замечательного мероприятия, открытого фестиваля «Вольница», позвольте прежде всего поприветствовать вас от имени, теперь уже без всяких в Рио, отозначенного, утвержденного, министра культуры Новосибирской области Игоря Николаевича Решетникова. У этого фестиваля данная и хорошая история. Сегодня, глядя на чудо, которое я просто на сцене увидел, я увидел потоку фирмака, которые за столько лет нисколько не по старению не изменились. Я понимаю, что с таким прошлым у этого фестиваля должно быть и хорошее будущее. Обусловлено, наверное, еще и тем, что власти во всей России, может быть, пришло время, когда серьезно задумались о том значении, о том патриотическом и духовном воспитании, которое несет в себе казачество. С православием, с истинной воинской службой, с настоящим, а не лживым патриотизмом, это великая сила. И впервые я сообщаю вам, что в этом году впервые создана в нашем областном центре русского фольклора и этнографии, создана уже структурная единица, которая дальше расти и развиваться. Это отдел казачьей культуры. Это первая такая ласточка, которой, я надеюсь, хороший полет еще в середине предстоит. Поэтому мы на этом фестивале серьезно задумываемся о том, что фестивалью быть, фестивалью входить во все областные планы, фестиваль надо поддерживать. Это, прежде всего, обусловлено той землей. Бес начинался с казачества, с казачьего настроя. И традиции казачества пусть живут в сердцах и депчат, и тем, кто на этом фестивале появляется. С праздником, с общим гарантией. Господа казаки, дорогие земляки, друзья, разрешите вас поздравить с нашим общим праздником, с нашим фестиварием, с больницей. Желаю, конечно же, всем насладиться концертной программой. Хочется сказать слова благодарности, конечно же, всем самогодникам, помощникам, кто мог организовать и провести данный фестиваль. Конечно же, по предоставленным площадкам, наверное, дворец культуры впереди планеты всей. Конечно же, спасибо всем вам, дорогие друзья. Конечно же, огромный поклон всем носителям казачьей культуры, нашим братьям-казакам, которые изо дня в день на многих площадках области и России доносят за людей наши традиции. А вся Россия, она и стоит именно на традициях. Не на креативе, как думают многие, а именно наши скрепы – это традиция. Поэтому огромное спасибо всем, кто хранит в своей душе, в сердце традиции и делится со всеми нами. Всех еще раз с праздником! Храни вас, Господь! Спасибо большое, Евгений Александрович и Алексей Викторович. Показано в дальнейшем лица. Пригодно в зале.